Сотовый телефон Многие из них распрощались со своими телефонами или бумажниками в маршрутном такси. И даже после обращения в милицию, многим так и не удалось вернуть свои ценные вещи. Моего сына толкнули и отобрали Сотовый на общественной остановке Чуэтыныстанова. К сожалению, никто не помог. Ни мужчины, которые были рядом, ни милиция. Села в маршрутку 203 на Туктогула Белинка. Выходила на Айни Белинка, прям когда выходила, вытащили с кармана. Redmi Note 8. В милицию позвонили, они сказали бесполезным. У моей дочери украли телефон в маршрутке 305. Это какой-то ужас был. Телефон старенький был, не жалко, ребенок стресс получил. Вытащили айфон у моей дочки в 104 маршрутке. Она даже увидела этих ребят, вышла за ними, плакала, умоляла отдать. Но они над ней усмехнулись и ушли. У меня умудрились украсть телефон на пешеходном переходе, когда дорогу переходила по Джубек-Джолул, где Алмейдинский рынок. Я посмотрела время на телефоне, положила в карман, загорелся зеленый свет, перешла дорогу, сунула руку в карман, телефона уже не было. Эта история произошла 10 февраля примерно в час дня. На кадрах отчетливо видно, как двое неизвестных мужчин долго стоят у входа в маршрутку и спустя время сбегают с места. А бегут они не с пустыми руками. У одного из них в куртке запрятан украденный айфон 13 про. Заметив потерю телефона и рыс, парень потерпевший, стримглав побежал за мужчинами и догнал их на надземном переходе. После долгих уговоров и угроз в адрес парня с девушкой, неизвестные вернули телефон хозяева. Он сказал, что у него есть пистолет, моей девушке сказал. Мне сказал, что у него есть нож. Я сказал, я вас на камеру заснял. Ну, у меня в тот момент телефон был выключен, я сделал вид, кто-то снимаю. Я сказал, у меня есть доказательства, что это вы. Здесь свидетели стоят. По-любому вас найдут же. И он в этот момент задумался, они там суетились. И он второй, получается, не тот, который украл, второй уже из куртки вытаскивает телефон. Говорит, давайте между нами будет, по-любому найдем, если надо будет. После случившегося, рыс обратился за помощью к мимо проходящему милиционеру. Но от сотрудника правоохранительных органов не последовало никакой реакции. Главное же, телефон у тебя услышал в ответ и рыс. Поэтому ему оставалось лишь наблюдать, как воры перешли на другую остановку и выбирали себе очередную жертву. В том же районе примерно месяц назад украли телефон у нашей другой героини. В целях безопасности мы не будем называть ее имя. Пенсионерка ехала в 193 маршрутке и обнаружила, что в сумке нет телефона. Мобильный аппарат она приобрела в кредит и до сих пор расплачивается за украденную вещь. Женщина написала заявление Свердловской РОВД, но до сих пор милиционеры телефон ей не нашли. Хотя сим-карта работала еще целый месяц. И трубку брал неизвестный мужчина, недоумевает женщина. Я говорю следователю, он включен. Они сами звонили. Когда мы вечером поехали, один милиционер даже с ними ругался на кыргызском. На следующий день я поехала, говорю, он включен. Вы же можете найти сейчас быстро? Ну для них что стоит пойти в Мегаком, взять распечатку, там что они делают? И они, где находится телефон, они так и бездействовали. Я этот телефон еще только взяла в рассрочку на Лобедицком рынке за 23 тысячи. И еще даже не выплатили до сих пор, а телефона нет. Вот в этом и обидно. Это 23 тысячи для гражданина, для кого-то это большие деньги. Согласно официальным данным, в фабулах досудебных производств заявители указали множество маршрутных такси Бишкека. Так, из 106 номеров маршруток 98 случаев краж совершено в 215 маршрутке. Далее по списку идут 212, 100 и 344 маршрутка. При этом орудуют карманники зачастую в час пик, утром с 7.30 до 9 часов и вечером с 6 до 9 часов. Все поступившие письма свидетельствуют об этом. У меня тоже украли в сотой маршрутке. Позвонила в 102, от ГОМ позвонили, сказали приехать заявление писать. Я стала недавно той самой жертвой карманника в сотой маршрутке. У меня украли телефон Samsung A51 в 20.30 в 101 маршрутке. Трое парней при выходе зажали меня между собой и вытащили из сумки. Сработали очень быстро, а через 10 минут уже сотка была отключена и без симки. Стал жертвой карманников и при том два раза за три месяца. И оба раза в маршрутке. И оба раза, пока ехал домой на 215-й. Я успела ухватиться за телефон, когда его вытаскивали. Было это в 185 маршрутке. Я не смогла закричать или что-то им сказать, так как оцепенела от страха. Согласно данным ЕРП, за 2021-2022 годы зарегистрировано 9973 заявлений и сообщений по кражам телефонов. Больше всего карманных краж зарегистрировано в Бишкеке. 4 384 дела. Из них в Ленинском районе зарегистрировано 1257 краж. В Октябрьском районе – 1066. В Первомайском районе – 1005. В Свердловском районе – 1054 кражи. Но это лишь официальная статистика. Большинство пострадавших не видят смысла обращаться в милицию с заявлением. Недоверие и равнодушие правоохранительных органов – одни из главных причин. Мы не стали ехать писать заявление. Нам сказали, это бесполезно. И в маршрутках орудуют профессионалы. Они вывозят телефоны, не включая их здесь. Вчера телефон включился. Мы увидели сигнал, он мигал в ЦУМе. Сходили в ЦУМ, поспрашивали, не завали ли им телефон. Но никто не дозвался. В милиции гоняли туда-сюда, идите, там пишите заявление, сям пишите. И в итоге не приняли заявление. У меня в маршрутке за одну остановку украли iPhone XR. Написала заявление о краже в Свердловский РОВД в тот же день. Но по сей день мне ни разу не позвонили, ни разу не сказали хотя бы то, что дело открыли. Ведется расследование. Действительно и обидно, что наша милиция вот так вот работает. В милицию сказали, не стоит обращаться. Через iCloud пытались. Мне сказали, что их сразу отправляют либо в Казахстан или в Россию. В ином случае на запчасти. Многие пострадавшие пытались самостоятельно искать сотовые телефоны через учетные записи, привязанные к устройствам. У некоторых последняя точка отображалась от Сумайчурек, Бечсары и район Аламединского рынка. Такие случаи подтверждают и в милиции. Так что же происходит с ворованными телефонами? Какова их дальнейшая судьба? В первую очередь карманники выключают гаджет, выбрасывают сим-карту и пытаются продать устройство в скупочных точках. В худшем случае, если владелец заблокировал телефон, его разбирают на запчасти. Дисплей, корпус, шлейф, аккумулятор, камеры и ряд компонентов на системной плате ценятся опытными мастерами даже выше, чем их неоригинальные аналоги. Таким образом, найти ворованную вещь становится почти невозможным. Плату они не ставят, и мой код, значит, уже не заработает. А все остальные запчасти могут раскидать по телефону. Ну, тогда уже и доказать мы не можем, понимаете? Потому что на каждой детали нет той информации, что этот телефон принадлежит тому телефону. Только... Не знают это? Да, они знают это. И у нас мастеров, мы всех мастеров, у нас тоже их данные есть, мы с ними тоже контактируем. В торговых центрах и онлайн-площадках продаются поддержанные телефоны, в основном из Южной Кореи и Китая, без документов и заводской коробки. При покупке сотовых аппаратов покупатели уверяют, что гарантии на сервисное обслуживание достаточно. Мол, все равно приобретаете БУ-смартфон по низкой цене. А вот куда сбывают ворованные телефоны из Кыргызстана? В правоохранительных органах сообщили, что работают над изучением этого вопроса. По моей информации есть то, что некоторые телефоны заводятся у нас. А у нас тоже скупают телефоны ворованные. В современных гаджетах установлены различные системы безопасности на случай потери телефона. К примеру, владельцы айфонов могут зайти на официальный сайт и ввести свои данные iCloud с паролем, ввести его в режим пропажи, написать сообщение на экране об утере устройства и найти его на карте, если телефон подключен к интернету. Но технологии не всегда побеждают невежество. Злоумышленники ухищряются различными способами заполучить сокровенные данные. Для этого они отправляют владельцам телефонов спам-рассылки или звонят с иностранных номеров, представляясь сотрудниками службы поддержки или милиции. Конечно, любое граждане, которое открывает такое сообщение от МВД, которое приходит, они сразу соглашаются и все. После этого уже те мошенники, которые украли, они полностью на себя, вот этот iCloud контроль на себя возьмет. Но несмотря на такие мошеннические уловки, украденный телефон можно найти по имей-коду. Его невозможно поменять или удалить, говорят специалисты. Человек, который, допустим, украл, если он где-нибудь в Кыргызстане, он, если активирует телефон, какое-то действие сделает, допустим, интернет там воспользуется, то есть новую симку положит туда и звонок или смс какое-то действие сделает, и уже в тех наших сотовых компаниях, которые у нас в Кыргызстане регистрированы, у них высвечится это. Почти 66% зарегистрированных дел по карманным кражам прекращены производством, следует из информации Генеральной прокуратуры. 1481 дело присоединено к другим делам, 1264 находятся на стадии расследования, 550 дел направлено в суд, 50 дел приостановлены производством. По всем вышеуказанным делам всего установлено 1611 подозреваемых лиц, из которых по 942 лицам дела прекращены производством, по 432 лицам дела направлены в суд, по 226 лицам дела присоединены к другим досудебным производствам, по 11 лицам дела находятся на стадии расследования. Как объяснили в правоохранительных органах, многие задержанные за воровство – это лица, повторно совершающие одно и то же деяние. Их задерживают, дело доходит до суда, но, несмотря на все доказательства и показания потерпевших, карманники снова выходят на свободу. Дело в том, что в новом уголовном кодексе исключили понятие «рецидив». То есть суды при вынесении приговора не увеличивают срок наказания за то, что обвиняемый был ранее судим. И в большинстве случаев обвиняемых отпускают под подписку о невыезде. Мы тоже не сидим, мы тоже статистику ведем, пишем предложения, чтобы ужесточили это преступление, ввели именно рецидив преступления, чтобы ужесточили, чтобы все знали, что если еще задержатся, то все, по максимуму получат. Уголовный кодекс был гуманизированный и принят в новой редакции в 2019 году. Если в старой версии к повторному совершенному преступлению добавлялся срок наказания, то сейчас, согласно 205-й статье, кражи разделены по категориям. Большинство зарегистрированных уголовных дел подпадают под первую часть. Кража, то есть тайное хищение чужого имущества в незначительном размере, наказывается штрафом от 200 до 500 расчетных показателей, либо привлечением к общественным работам от 40 до 100 часов. То же деяние, совершенное в значительном размере, наказывается исправительными работами на срок от двух месяцев до одного года или штрафом от 500 до 1 тысячи расчетных показателей или лишением свободы на срок до двух лет. То же деяние, совершенное в крупном размере, группа лиц, группа лиц по предварительному сговору, проникновением в жилое, служебное или иное помещение, либо транспортное средство, с банковского счета, равного в отношении электронных денежных средств при отсутствии признаков мошенничества, путем незаконного доступа в информационную систему, либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникации, наказывается штрафом от одной до двух тысяч расчетных показателей или лишением свободы от двух до пяти лет. Деяние, предусмотренное частями второй или третьей настоящей статьи, совершенной в особо крупном размере, организованной группой в составе преступного сообщества, наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества. Хоть и ущерб в некоторых случаях и превышает, например, сумму той суммы, которая часть второй подпадает, например, это от пятидесяти тысяч сумм, да? Да, закрывает человека, но на санкции суд их отпускает, потому что те, опять же, восстанавливают телефон. По горячим следам задерживаются. Телефон есть, телефон задерживается, он опять передается потерпевшему, он восстанавливается, так как ущерб восстанавливается, суд отпускает их на подписку, так как не могут дальше союзать. О том, что в новой редакции Уголовного кодекса меры наказания для карманных воров смягчены, говорит и депутат Джорг Кукинеша Карим Ханжеза. По его словам, недочеты в 205-й статье необходимо пересмотреть. Но мы еще этот вопрос поднимем на комитете, я думаю, пересмотрим. Возможно, даже можно и усилить наказание за мелкое воровство. В особенности сотовых телефонов, когда крадутся, я думаю, что здесь нужно уже новыми IP-технологиями, наверное, обходиться, чтобы каждый сотовый телефон, уже наши граждане, кто покупает и пользуется телефоном, уже сами регистрировались и обезопасывали себя. Для снижения случаев краж сотовых телефонов программисты предлагают регистрировать имей-код каждого везенного в страну устройства и при покупке привязывать устройство к владельцу. Для стран ЕС предлагается создать единую базу имей-кодов украденных телефонов. Тогда повысятся шансы найти телефон даже в соседней стране. Процесс поиска воровных гаджетов ускорится, считают они. Тогда, если наш гражданин, который потерял телефон, если он обращается в наших районах, допустим, в Ахталинском районе, чтобы этот оперативник, он мог в эту базу, не только к Иргызстановску, он один раз вводит, а это, получается, на все сотовые операторы, которые входят в наше соглашение, допустим, и Казахстан, и Россия, и другие тоже, если уже в себе возьмет, тогда результат будет. Как правило, карманники работают сообща и группами, поэтому определить, кто именно совершил кражу, почти невозможно. В редких случаях моменты преступления попадают на камеры с целью обеспечения безопасности. И ускорение процесса поиска подозреваемых на РД предлагают установить камеры с опознанием лица. Сегодня мы живем в 21 веке, где идет полная цифровизация. Я думаю, что по цифровизации нам нужно уже, наверное, усовершенствовать все эти моменты, чтобы уже были камеры с обозначением лиц, чтобы можно было опознавать людей, кто конкретно проходит. И, как вы знаете, эти карманные кражи, в частности, проходят на рынках. Это тот же Дор-Дой, тот же Ожский рынок или в общественных транспортах. Предлагал установить камеры в салонах общественного транспорта и Министерства внутренних дел. По словам сотрудников правоохранительных органов, они не раз обращались с этим предложением в столичную мэрию. Но дальше этого дело не пошло. Если видеорегистратор стоит, мы хоть знать будем, кто заходил в маршрут. И в какое это время примерно было. Даже мы просили онлайн делать эту видеокамеру, онлайн, чтобы сервер у них был. Но, видите, опять же, все в финансе идет. Жертве карманников не всегда могут помочь окружающие люди или очевидцы. В науке это называется эффектом свидетеля. Поэтому психологи советуют пострадавшим индивидуализировать просьбу, выделить из толпы одного человека и адресно обратиться к нему за помощью. А вот программисты советуют после обнаружения пропажи телефона немедленно заблокировать банковскую карту, сим-карту и обратиться в милицию. Если же вы собираетесь приобрести поддержанный телефон, то обратите внимание на наличие документов и коробки. Это позволит обезопасить себя и прервать продажу краденных телефонов, говорят они. Наши граждане не информированы по юридическим вопросам и могут купить краденые устройства под видом поддержанных. К примеру, боевые телефоны продают прямо у ООЖского рынка по сниженной стоимости. Почти на 90% дешевле новых в магазинах. Граждане покупают, не задумываясь, что среди них могут быть ворованные телефоны. Там в основном краденые устройства. С ними особо не заморачиваются. Их даже не прошивают и не готовят к продаже, а сразу продают. Воскарманных краж экономисты связывают социально-экономическим положением в стране. Специалисты объясняют мировую тенденцию, когда нехватка рабочих мест и низкое образование порождает мысли и действия преступников. Воры выбирают самый простой способ получения денег, причиняя вред другим людям и нарушая законы. У определенного населения, у молодежи или у тех, кто не может получить достойное трудовое место, соответственно, нет выбора идти искать. То есть это такая систематическая вещь, когда она обязательно присутствует в стране, где испытываются экономические проблемы. Если вы думаете, что карманника можно вычислить по внешнему виду, то вы можете серьезно ошибиться. Это могут быть замаскированные под обычных граждан люди – мужчины и женщины разных возрастов. Единственная примечательность – карманники всегда действуют группами. Поймать таких людей сложно. Через несколько секунд после кражи краденое передается подельнику. Последнее остается вне всяких подозрений. Психологи рассказали, что в ряды карманника вступают люди инфантильные, которые не берут ответственность за свою жизнь и перекладывают ее на других. Он может обвинять кого угодно, начиная с родителей, правительства или ту же жертву потенциальную в том, что либо спровоцировали, либо вот так все происходит, работы нет, денег нет, и мне приходится. А подвержены влиянию, то есть они попадают в определенную группу, и для них они находятся в так называемом слиянии с этой группой, то есть они не отождествляют себя, как я индивидуальность, я личность, и я могу принимать решения, а подвержены авторитету, допустим, или группе своей. По предварительным данным, ежегодная общая сумма материального ущерба, нанесенная потерпевшим, составляет около 24 миллионов сомов. Милиции утверждают, что пытаются оперативно задерживать карманников, но преступления от этого меньше не становится. Чтобы хоть как-то обезопасить окружающих и придать огласку проблеме, в Инстаграме выкладывают фото подозреваемых или задержанных лиц за воровство. С каждым днем количество публикаций увеличивается. Некоторые пострадавшие узнают в них пассажиров, когда-то ехавших с ними в одном салоне. Редактор субтитров А.Семкин